Здравствуйте, уважаемые друзья! Я не удержался, чтобы не связать нимфу. Как вы видите, это обыкновенная кроличья лапка. Мы уже с вами вязали из зайца нимфу. Я хотел бы вам точно так же продемонстрировать, что можно из вот таких вещей, которые просто выбрасываются на базарах, можно договориться и спокойненько разжиться одну лапку. Практически уловистость нимфы не хуже, чем зайчий. Крючок я взял F11, 14 номер. Огрузил его свинцом. Значит, свинец здесь указан в дюймах. То есть, его приблизительно где-то 0,4-0,5. Достаточная толщина. Но я слегка прокатал, для того, чтобы у меня вышла вот такая вот конусность на теле. Подберете сами. Нет, можно заменить проволокой. Нить взял обыкновенную черную, коричневую, зеленую, любая, которая у вас подойдет. И, естественно, есть возможность закрепил глазки. Теперь, если внимательно рассматривать вот эту зайчью лапку, мы обратим, что в районе коготков у него имеется несколько разный мех. Вод, который находится с верхней части, достаточно длинный и жесткий. Но и в то же время он будет достаточно подвижен в воде. Поэтому, подберем себе небольшую щепоточку для изготовления хвостика. Скажу сразу, это вот такого типа проверенная уже нимфа неоднократно мною. Поэтому, я ее буду изготавливать в том варианте, в котором я ее уже практически изготавливаю не один год. Вот. Убираем тот подшерсток, не выбрасываем, он нам пригодится с вами на тело. Подбираем величину хвостика так, чтобы у нас он составлял хороший пучочек. Вот приблизительно вот такой, как кисточка. Если по каким-либо причинам, допустим, не получается у вас, можно использовать, немножко захотите сделать, можно использовать из шапки, тоже подобрать. Значит, хвостик должен равняться длине тела. Подобрали. Теперь перехватили и желательно так, чтобы у нас не было бугорков, подравнять ту часть, где мы будем крепить. Желательно, чтобы доходило вот так, обхватывало наше цевье. И в районе окончания крепления свинца начинаем подхватывать хвостик, не отпускаем. И сразу обозначим место, где у нас будет оставаться хвостик. Вот приблизительно такой величины нам будет достаточно. Закрепили. Обязательно мы должны с вами добавить капельку клея, так как мех сам по себе немножко скользковатый. Теперь в качестве сегментирования, как обычно, я использую обыкновенную леску до 0,1 диаметром, так как желательно, чтобы не сильно выделялись наши ребра. Можно использовать практически проволоку или же, допустим, другой материал, который вы захотите. Здесь я сразу креплю в одной точке, до конца не проматываю. Буквально пара-тройка оборотов убираем леску. Берем теперь люрекс, которым мы обычно украшаем наше тело. Здесь также крепим. Теперь основной элемент. Вот вы часто задавали вопросы, из чего изготавливать можно спинку. Покажу немножко поближе. Это обыкновенный полиэтилен, который используется для теплиц. Спокойно выберите себе любой оттенок, который вам необходим. Этот немножечко такого цвета, как шартрес. Поэтому мне он понравился, я его буду использовать. Но мы его, естественно, немножечко с вами подкрасим. Крепим у нашего загиба. Стараемся так, чтобы наша пленка ровненько легла сверху. Закрепили. И теперь не поленимся, немножечко промотаем наши материалы. Свинец можно не подравнивать. Возвращаем нить обратно. Теперь уже окончательно берем. Говорю сразу, она изготавливается очень быстро. При условии, если меньше разговаривать, как говорит моя мама. Берем теперь вот этот подшерсток, который мы с вами надергали из нашей лапки. Наносим небольшими порциями на нить. Пока только лишь наносим. Пуховая, ворсинки, все, что у нас будет там. Попадаться, все докладываем до нити. И я беру теперь просто, прокручиваю свою нить. У меня сразу формируется хорошая даббинговая нить. Практически не надо мне подравнивать, подкручивать. Вот она подхватилась. Вот такой веревочкой хорошей. Немножечко поможем рукой. И уже достаточно у нас хорошо закреплен материал. Нить не отпускаем, так как мы уже с вами скрутили даббинговую нить. И наматываем тело. Как обычно, у загиба немножко. И аккуратненько движемся теперь к нашей грудке. И вот приблизительно такого количества перепроверимся нашей пленочкой. Будет достаточно. Я ничего не вычесываю. Как вы видите, вот такая сильно уж лохматая. Единственное, это если волоски, которые вас немножко не устраивают, можно взять пообщипывать. Теперь нам необходимо иметь или черный, лучше, конечно, коричневый фломастер. Чтобы не вымывалось с пленки, я вот здесь поставлю небольшие вот такие вот точечки на спинку, чтобы она была у меня коричневая. Можно слегка даже прокрасить наш мех. Приблизительно будет достаточно. Теперь берем, с вами просегментируем и закрепим пленку. Мы с вами закрепили пленку, просегментировали. И я сделал вот такой вырез и переломил обратно пленочку. Теперь нам необходимо обозначить лапки. Есть много способов, я уже показывал. Можно изготовить с помощью пера, но так как мы используем одну только лишь лапку нашу, я взял вот другую часть меха, которая более помягче, и туда же добавил тот мех, который несколько жесткий, чтобы обозначить наши лапки. Совсем немножечко подровняли, сколько нам необходимо. Расщепили нить, прокрутим необходимое количество раз, так, чтобы у нас вышел, ну вот такой приблизительно, ёршик. Можно даббинговой петлей, как вам будет удобно. Как вы видите, вышел вот такой симпатичный ёршик. Удерживаем его, бородки стараемся к сторону колечка отгибать, и выполняем обмотку до самых-самых глазок, как вот вот вышло у нас. Вот такой лохматый, непонятный у нас вышел. Вышла мушка. Подхватили. Я уже подкрасил пленку так, чтобы у меня спинка вышла моя несколько темная, темная, как вы видите, коричневая. В район головки нам необходимо, чтобы был черным. Поэтому, чтобы дольше не вымывалась моя пленка, я там, где будет моя головка, я подкрашу черным фломастером. Ничего не подрезаем, не убираем. Слегка увлажняем пальцы, так, чтобы нам было удобно работать и не мешал мех. Мы с вами переводим пленку до колечка. Вот так. И, как обычно, слегка первый оборот ровно-плавно продавили наш полиэтилен, чтобы он не мешал. И теперь уже окончательно можно будет его закрепить. Промотали пару раз, добавили немножечко клей на нить, чтобы не проматывать здесь бесконечное количество раз. Переводим нашу пленочку, переламываем. И уже здесь, с использованием нашего клея, вот так проматываем место, где мы обозначим саму головку. Сделаем завершающий узел и оккультурим нашу мушку. Вот, друзья мои, мы с вами нанесли буквально еще капельку лака, подровняли лапки. Снизу я те, которые сильно торчали, обыкновенно вот так вот ножницами подрезал, чтобы они не мешали. И наша вот такая нимфочка достаточно уловисто готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!